95-й день. Здравствуйте, дорогие подписчики и зрительного канала. С вами снова Кролл. Сегодня мы продолжаем играть с вами Days of the Police. Гонорар Крэспо подарил фанату кольцо во время концерта. На свалке нашли глубинную бомбу времен Второй мировой. ЛГБ-активист гомофобия во Фриброге на каждом шагу. Так, что у нас пишут? Можно привезти коньяков до по... Не знаю, я уже хочу перестать читать эти записки, если честно, они вообще бесполезны. Господи, зачем мне вообще это пишут? Итак, кажется, я забыл покормить рыбок. Нет, рыбки поживут. Последняя скамеция я трижды в день принимаю антидепрессанты, но сегодня у меня закончился последний пузырёк. В аптеке сказали, что новую партию привезут только завтра, боюсь, без таблеток. Я не очень хороший работник, мне в голову постоянно льются всякие тревожные мысли. Можно мне... Ну, хорошо, Бризли. Хрен с тобой, Бризли. Самый опытный детектив. У него какие-то проблемы там. Ну ладно, так уж и быть. Раз уж ты такой опытный, тебе можно такое и простить. Давайте включим... Я уже забыл, где какие песни. Давно не играл, очень большой перерыв сделал. Начнём. Сколько у меня уже денег-то? 200 у меня в банке есть, насколько я знаю. А ещё сколько-то с собой должно быть? 50 тысяч ещё есть. Ну, потихоньку. Джек, в городе открыли новый бар, и его владелец пообещал бесплатно наливать всем копам и пожарным. Не скажу за пожарным, но ваши ребята точно не упустят такую возможность. Побухать можно, но мы как бы работаем. Ох, 8 тысяч, я всё себе забираю. Потому что, простите, полицейские. Так, можно запросить. Ну, вот так вот. Прибавку я даже просить не буду, там смешные деньги в любом случае. 20 долларов платят. Ну, что это? Это вообще не деньги. Учитель химии сообщил, что выпускники стоят на краю крышек школы. Его недавно отравили одноклассники за то, что он не скрывал своей интенсионной статистической ариентации. Похоже, парень сломался. Ну, давай, Самадзе, езжай один. А, ты один не поедешь. Возьми с собой Вударда и объясните парню, что не всё так плохо в этой жизни. Бедом парня затравили. Ну, что такое? Приятная мелодия, которую я купил. Сейчас я вас узнаю. Это классно очень. Звучит приятно. Галерея современного искусства. Во время выставки анеболистичной живописи в галерее ворвался вооружённые люди. В масках убили двух охранников и стали складывать в сумки картины. Некоторые из которых стоят сотни тысяч долларов. В помещении до сих пор находятся посетители обслуживающего персонала. Надо отправлять всех и побольше. Можно ещё спецназ, да? Спецназ по-любому туда едет. Это вооружённая фигня. Отправляем туда почти всех. Да, вот так вот. Езжайте. Я надеюсь, вот эти вот ребята, которые по 250, они не помрут, потому что очень даже могут. Ребята-то неопытные. Вот ещё за этих-то я могу быть уверен, что они опытные. Так, что, разобрались? Всё? Поймали? Пф, бедолагу. Ладно, нормально. Главное, не убился. И-и-и хорошо. Подкрепление. Двоих дам, больше не берите. Больше не дам. Ещё вызов. Блин, сейчас людей не хватать будет. Сработала тревожная кнопка в магазине электроники. На звонке в магазине не отвечает, хотя рабочий день в полном разгаре. Что случилось? Может у них электроника просто полетела, а я сейчас... Ну ладно, двоих отврали. Пускай справляются, как хотят. У меня рук опять не хватает. Просто банально не хватает рук. Хотя вроде столько людей, но всё ещё не хватает. Сейчас ещё какой-нибудь вызов будет, наверное. Ну так я и думал. Группа молодых людей заблокировала выезд из скотобойни. И скандирует. Мясо это убийство. В руках у мотингующих яркие плакаты. Оружие очевидец не заметил. Но раз нет оружия, значит нет и опасности. Автозак им туда в помощь. Так, дай-ка мне вот этого парня. Возьми вот этого. Блин, мало людей. Ну ладно, езжай. Ну и чан уж бери. Чего же делать-то? Всё, отчёт. Быстрее сюда людей. Сколько здесь я отправил офицеров? Жесть просто. Вооружённое ограбление. Витрина магазина разбита. Внутри двое крупных мужчин с пистолетами. Один обчищает кассу, другие несут телевизор. На полу скорчились покупатели. Касса не видно. Так. Подождать, пока грабитель выйдет из меня. Мужик, это прошлая модель. Возьми тот, сыграл. Вы окружены, бросайте оружие. Грабители замечают полицию. Мужчина с телевизором бежит к своему пикапу. А другой вытаскивает кассира за... Зашиворит из-под прилавка и выстреливает его постав... Лене, приставляет к его голове пистолет, простите. Давай, дай нам спокойно уехать, кричит грабитель. Схватить мужика с телевизором. Ладно, проваливайте, попросить заложника пригнуться. И выстрелить в грабителя. Вообще, как в фильме. Красиво. Ложись и бам! Все, готов, парень. Работаем. Композиция как раз закончилась. Так, давайте следующую поставим. Будем по очереди ставить. Фредерик. Чопин какой-то. Я Шопеном его называю. Но это Чопин, наверное. Все-таки. А может Шопин. Шопин какой-нибудь. Черт его знает. С английским у меня большие проблемы. Всегда были. Спокойная мелодия. Ну, что там по вызову-то? Отчет. Вызов ложный, да? Не, смотри, был преступник. Ну, казалось, что ложный. Ну, ладно. Не зря, значит, отправила людей. Лиза Гулин спешила на прием к частному стоматологу. И случайно зашла не в тот кабинет. Внутри я увидела людей в белых халатах и масках. Колбы. Какую-то очень подозрительную технику. Порошки ярких цветов. Они там точно какие-то наркотики варят. Ну, чувствую я ложный вызов. Просто ощущаю своей пятой точкой. Сейчас сижу. Отправляю туда троих. И все. По-любому ложный вызов. Ну, Робинс, если что, там разрулит ситуацию. Если что, подкрепу и отправлю. Никаких проблем с этим не будет. Какая спокойная мелодия. Прям очень спокойная. Жесть какая спокойная. Центр города. Мистер Бойт. Я решил построить новый храм. Во славу Господу нашего Иисуса Христа. И столкнулся с алчностью его рабов. Перед самым стартом закладки фундамента. Его строщики решили повысить цену на свои услуги. И угрожают сорвать сроки. Его новые условия не христианские. Христианские по-постограбительские. Господь хочет, чтобы вы послали своих сотрудников побеседовать со стойщиками и людьми. Нужно дать понять этим алчным христианам, что дом Господень будет постро... Нет, нет, нет. Ну ты совсем с ума сошел. Я, блядь, полицейский, а не хрен пойми кто. Слушай, церковь, ты меня однажды с баблом опрокинула. Вот я бы помогал тебе, если бы ты деньги хорошие платил. Но я же знаю, какие ты деньги платишь. Поэтому даже не собираюсь. Патруль пытался остановить черный джип за превышение скорости. Но в ответ получил очередь из автомата. Нихрена себе. Надо отправлять туда всех. Почти. Сват еще отправим. Очередь из автомата. Это серьезно. Сват туда точно нужно отправлять. Производство наркотиков. Ну, естественно. За прилавком нет фармацевтической компании. Там ничего не было. Я просто знал. Но все равно надо отвечать. Мало ли. Я как-то тоже один раз был уверен полностью. Но потом оказалось, что там действительно что-то было. Вот. Поэтому лучше все-таки не рисковать лишний раз. Если есть люди, отправлять. Полицейская машина догоняет джип. Из окна высовывается темнокожный подросток. С автоматом и стреляет. Стреляет по колесам. Выстрелит преступника. Естественно, преступника. Джип резко сворачивает переулок. Он не справился с управлением и переворачивается. Таранить. Выползайте с поднятыми руками. Окружите джип и подождите развитие... Окружай вместе, смышь, полицейские. Вот и все. Вот и все. Еще оружие продадим сейчас. Так. Мисс Ломбарди выглянула из окна и увидела странную высокую мужчину, раскинувшего руки. Да, раскинувшего руки. Мне кажется, он совершает какой-то сатанистский ритуал. Шепотом сообщила Женя. Ну что за бред, а? Я вот на это людей должен отправлять. Еще так много людей просят. Что за... Ладно. Пускай едут. Пока руки есть, можно и отправить. Пока есть возможность. Блин, композиция прям совсем спокойная. Надо что-нибудь повеселее. Я... Я, конечно, не говорю, что это плохо. Все дела. Алекс, ты тоже спокойный. Алекс... Алекс подождет, пожалуй. Надо что-нибудь позаводнее включить. О-о-о! Другое дело. Это уже нормально. Так, галерея современного искусства. Пожилой охранник сообщил, что запер в галерее парня, который разбил молотком одну из статуй, выставленных в рамках проекта Эрос против Тха... Не знаю, в общем. Можете не торопиться. Он там один в двери запер, крепкий в окнах решетки, а другие статуи мне не жалко. Пусть крушат эту порнографию. Ну как это же не жалко. Это так нельзя, так? Поехали. Отчет. Мисс Ломарди приняла за мужчину обычное пугало. Понятно. Выставил руку, и это просто пугало стояло. Ну я так и думал. Опять очередная фигня. Церковь, естественно, сразу же идет в жопу, потому что она мне денег вообще никаких не дает. Практически там вообще копейки. О, новые, новые... О, отлично! Вот это отлично. Я уже забыл про что, давайте за мной прочтем. Бомж. Я видел мутного шкета в капюшоне, который крутился под воротнем возле магазина Фурфур. Потом я отвлекся, и его уже не было, когда я слышал только какой-то грохот и шипение, будто машины столкнулись друг с другом. Миссис Погребняк. Я вышла из тачки возле магазина Фурфур, и из-под воротни восхищал пацан в капюшоне, сорвала у меня сумку с плеча и смывалась. Я побежала к телефону будку, чтобы вызвать копов. Этот гаденыш прямо, видимо, сохранился где-то рядом. Я уже открывал мою тачку, далеко он не уехал. На первом же повороте впилился в пожарный кран и сбежал, как трусливая шавка. Ладно, тачка застрахована, но... Кто вернет мне сумку любимую? Да, понятно. Тут... Как он открыл? Я побежал, чтобы он, видимо, сохранился где-то рядом и уже открывал мою тачку. Но там не было звуков ударов. Видишь, она не говорит, значит, скорее всего, он ее открыл, вскрыл, то есть машина. А где момент, что он ее вскрывает? Может, в сумке были ключи? А где момент, что он убегает? Я не понимаю. Жду. Где-то должно быть, что он убегает. Подожди, я не понимаю еще раз. Камера что там? Камера на перекрестке показала, как кабриолет врезался в пожарный гидрант, и оттуда фонтаном ринуло вода. То есть, вот этот момент. Чуть позже из машины выскочила худая фигура в капюшоне и побежала по улице. То есть, вот где эта худая фигура выскочила и побежала? Есть такая фотка? Вот, скорее всего. Пожарный гидрант. На пожарном гидранте обнаружили следы желтой краски. Машина была желтая, то есть все понятно. Я спокойно шел по улице. Хотя, подожди, там, по-моему, камера и пожарный гидрант говорят разные. Камера на перекрестке показала, как кабриолет врезался в пожарный гидрант. А, нет, там просто низка, значит, желтый. По-любому, спокойно шел по улице, когда в меня вылетел какой-то парень в капюшоне. Весь мокрый, как после кораблекрушения. Господи, я с третьего раза прощал. Так, значит, вот пацан ждет. Да, тот парень, парнишка в капюшоне. Выходит женщина. Он выхватывает у нее сумку. Далее она звонит. Правильно ведь? В это время он уже вскрывает машину, судя по всему. Ну-ка, сейчас еще раз. Вы что, я побежала к телефонной будке, чтобы вызвать. То есть, вот он схватил, она побежала, позвонила. Далее он открыл машину, что ли, или как? Получается. А, вот, кстати, фотка, где он едет. Слушай. Может, вот этой не хватает? Вот он и едет, типа, врезается. Хотя, подожди, это же она едет. Лол, 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 лол. Что-то я не понимаю. Давайте по кадру будем, по каждому. Сейчас, сейчас, мистер детектив подключится. Я, ну, там, шкета в капюшоне, который крутился в подворотне возле магазина. То есть, вот эта фотография, где он крутится в подворотне. Я слышал только какое-то грохот и шипение, будто машина столкнулась с другую. Далее. Я вышла из тачки. Вот она вышла. Из подворотни выскочил пацан в капюшоне и сорвал у меня сумку. Есть где он выскакивает из подворотни? Нету. Ну, вот где он ее срывает. Я побежал в телефонную будку, чтобы вызвать копов, а этот гаденыш, видимо, схоронился где-то. Есть где он спрятался? Ничего похожего нет. Где-то рядом уже открывал мою тачку. То есть, вот он уже открывал ее. Далеко он не уехал на первом же повороте и вцепился в пожарный гидран. То есть, как-то он ее завел, скорее всего, эту машину-то. А зачем вот эта штука? Я не понимаю. Зачем она еще нужна? Типа вот, ну, предположим, взломал, поехал, взорвался, убежал. Типа вообще все идеально. Что-то не сходится. Это. Это. У него была сумка. Скорее всего, он мог ее вообще ключом открыть. Может, он разбил окно. Может быть, он взломал. Может, я ее бибикал, он ненормальный. Не знаю. Что-то не сходится. Вот кабриолет желтый, да? Вот он схватает сумку, да-та-та, садится, уезжает, убегает. В кого-то он врезался. Нет фотографий, что он в кого-то врезается. Вот есть фотография, где вот эта бобенция бежит куда-то. Куда она бежит? В телефонную будку, по-моему, да? Я вышел из тачки в магазин фрубку, подруга с еще пацаном. Включенную срывал. У меня сумка с плеча. Я побежала в телефон. Есть. То есть, тут что-то лишнее. Одно из чего-то. Вот, скорее всего, вот это лишнее. Давайте попробуем вот так вот подвинуть все. То есть, он побежал в телефонную будку. То есть, вот она бежит. Бежит в телефонную будку. Далее. Подожди. Он же еще украл у нее сумку. То есть, вот так, наверное. Вот так вот. То есть, вот вышла. Украли сумку. Побежала. Телефонная будка. Далее он взломал, скорее всего. Врезался. И он в кого-то врезался еще потом. После того, как врезался в гидрант, он врезался еще в мужчину. Нету фотографий, где он врезается в мужчину. Как я должен это? Где я это должен найти? Ну, предположим. Как будто фотки не хватает, да? А может быть, я просто дурачок. Тоже такое возможно. Тут столько фотографий. Я прям не знаю. Ладно, я подожду. Подождем, пока мужчина, который врезается куда-то там. В него врезается. Просто реально не понимаю. Кстати, два расследования. Ну-ка, тут сколько детективов. А их уже распределил, по-моему, да? Все, кого мог. Детектива. Да, вроде бы всех. Или сегодня смена другая. Ладно, не важно. Пускай пока будет так. Поймали. Молодцы. Композицию надо бы включить, наверное. Хотя там уже, наверное, конец дня. Давайте с этой стороны пойдем. Возвращение в бизнес. Хорошая мелодия. Час ночью. Уже две. Ну, ладно. Пускай играет. Все. Все. Чикпоин. 96-й день. Пятница. Клуб Dragon Slayer примел региональный турнир боевых искусств. Пример исследования показывает, что 86% клоунов шизофреники. Пекарня закрыта на дезинфекцию. Что это они там делали? Без коня. Что без коня? Без коня и трава не растет. Вот как. Я даже не знаю, к чему это, кстати, пословица. Без коня и трава не растет. Вот у меня даже предположения нет. Меня пригласили в массовку в одном ТВ-шоу. Я всегда мечтал попасть. Ты, блядь, полицейский. Ты хочешь быть актером? Увольняйся. Меня вызвали в школу для разговора о плохом поведении моего сына. Отпустите? А. Нет, Азаки, не отпущу. Какие? Я его отпустил, блядь. И, по-моему, того тоже отпустил. Я говорю одну, а на деле делаю другое. Вот у меня иногда бывает такое. Я прям вроде. Нет. Нажимаю да. Не знаю, почему так происходит. Я двоих отпустил в итоге, да? Или одного? Я что-то не понял. У меня такое уже не первый раз. Азаки есть? Нет, я Азаки отпустил. Молодец я. Ладно. Зарплата 24 доллара. Ну все, шикуем, блядь. Ну ты... Вот они платят шефу полиции 20 долларов. Они вообще издеватели какие-то. У меня есть слот свободный. Я, пожалуй, пока подожду. Слот для детектива есть. Детективы? Ну, есть неплохой детектив. Такой среднячок. 9000, блядь, как много. Делимся, но нельзя так много забирать себе сразу. Старый дом. Департамент жилья Фрибурга выселяет из домов 60 пенсионеров-строителей, которые более 10 лет назад получили жилье на льготных условиях за вклады развития города. Сейчас большая часть этих людей вышла на улицу и требует, чтобы их оставили в покое и позволили дожить свое в их старом доме. Ванда Паркер, пенсионерка, возглавляющая демонстрацию, сообщила, что они не зарегистрированы в квартирах, предоставленных властями. Добавили, что... Я вот не хочу туда полицейских отправиться, если честно. А я так и не буду делать. Слушай, они делают все правильно. Им что-то не нравится, они высказывают, вот как, зачем я должен вызывать на это дело людей. Там вряд ли кто-то пострадает. Типа, вообще пофиг. На это я даже отвечать не буду. Алло, полиция. Я выносил мусор и услышал, как в баке возле моего дома что-то тикает, сообщила пожилая женщина. Ни хрена себе. Ну, вряд ли это помпа, наверное, какая-нибудь фигня, игрушка или еще что-нибудь. Езжайте. Так, следующее дело. Во время урока английского литературы в класс вбежала дикая собака и начала бросаться на учеников. Прибывший сотрудник центра по контролю бездомных животных вел себя очень вызывающе. Желая впечатлить детей, достал настоящий пистолет и попытался пристрелить пса. В последний момент пёс резко дернулся, и мужчина попал в школьницу. Ё-моё, учитель набросился на стреляющего и тоже получил пулю в живот. Подозреваемый заплакал, начал кричать. Все вышло случайно. И он, короче, скрылся в подвале школы. Надо отправлять туда людей. Парень-то вооруженный. Но он вряд ли будет опасный, он все-таки сам боится. Но все еще надо отправлять людей, естественно. Массовые беспорядки. Все, приступим. Я не против. Как? Как мог гражданский погибнуть в мирной демонстрации? Вы что, ненормальные что ли? Старики пикет какой-то сделали и умудрили убить человека? Блядь, ну идиотизм. Просто идиотизм. Эта игра вот бывает иногда непродумана очень сильно. Пенсионеры устроили забастовку. Им не нравится, что их там в дома не заселяют. Они умудрились убить гражданского. Каким образом? Бомба в мусорном баке не оказалась. Там тикали старинные часы. Ну, я так и понял. Какая-нибудь игрушка, часы, фигня. В подвале в темноте виден силуэт мужчины, который сидит, обхватив колени, громко хныкает и бормочет в одно, что так не должно было случаться. Открыть огонь по мужчине. Медленно отшвырните нам пистолет, пожалуйста. Подозреваемый вытирает слезы и резко вскакивает и кричит, что мне, что не собираетесь в тюрьму, в руках у него пистолет. Ну, у тебя пистолет, поэтому ты знаешь, что ты, блять, получаешь в ногу выстрел, дурачок, блять. На полицейских никогда не поднимайте оружие, но это же бред. Мы вообще на поражение можем открывать огонь сразу же. Тебе еще повезло, что тебе в ногу выстрелили. Приют для животных. Правозащитница Бетти Медиана сообщила, что в питомнике для бездомных животных работает многочисленная группа садистов, которые издеваются над дверьми калеченых и даже убивают. Я долго следил за этими монстрами и готова предоставить все необходимые доказательства. Так, ну все, тогда отправим людей, раз у тебя доказательства есть. Автозак нужен? Зачем? Так справиться. Людей бы взять, наверное. Что у нас там по людям? Дайте посмотрим полицейский участок. Так, ох, сама дед, сотку, тысяча уже. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14 человек в первом смене. Так, 3, 6, 7, 8, подожди, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть, ну, берем, значит, Б, иди в Б. Добро пожаловать. Так, и детектива. А, и Дива, я не знаю, куда тебя брать просто. Но там и так все нормально по детективам. Пускай будет. Раз уж есть слот, можно подучить, пригодиться. У меня бывает, люди умирают очень часто. Поэтому, очень даже... Салон Халаби... Баунси как-то так, наверное. Нет. Звезда сериалов Мануэль Торребланка выходила из салона красоты, но ее заметили поклонницы и возбудились до такой степени, что начали рвать на ней одежду. Актеру удалось сбежать и запереться в салоне красоты. Скорее, они попытаются разбить ведрину, качит трубку, Мануэль. Ну, давай-то, да, сейчас мы тебя отправим. Такое же серьезное, автозак можно даже. Вот так вот я тогда сделаю. Человека заберу, автозак вам отдам. Композицию, пожалуйста. Можно что-нибудь поставить? Давайте моего фаворита, моего любимого. Fire and the Brain. Боб, что-то там. Продолжение следует... 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 Попробуем отправить двоих. Ребят, подкрепление вызывайте, пожалуйста, я вас прошу. Нет, они сами вдвоем не поедут. И говорят, ты что, шутишь, что ли, там такая жесть, а ты хочешь нас двоих отправить? Ну ладно, тогда я не смогу ответить. Вот сюда езжайте. Позоверил девушку, которая только что отняла сумку возле банкомата, он подошел сзади и приставил гордлый нож. Я дала ему сумку, и он убежал, а я как раз ползарплаты сняла, плачет девушка. Ну, печально. Только никто не умер, я надеюсь. Фу, блядь. Убили, ну что за жоль, блядь, хватит убивать гражданских, ёб вашу мать. Меня мэрия потом по шее ударит. Опа. А такое разве было? Он разве угрожал ножом? Что это за фотография такая, непонятно. Ну, пожалуйста, ну, да, так, так, так. Что она сама говорит? Я вышел из тачки, магазин фруиз, подворот, высочил пацанок, в общем, сорвал у меня сумку. Он ничего, я не угрожал ножом, эта фотография вообще не нужна. Это лишняя. Нафиг она вообще тут появилась? А что, три фотографии новые, кстати говоря. Я еще детектив не подключил. А я вообще это дело не рассматривал, пропащий мужчина. Выдержи. Так, давайте еще раз вчитаемся, как настоящий детектив. Дайте даже музычку поставим, чтобы было композицию. Алекса давайте, Алекса. Алекса вообще очень хорошо, он так успокаивающая музыка, мне кажется. Самое то, чтобы продумать детективное дело. Давай, Алекс. Отлично, Алекс. Ты, как всегда, невероятен. Так. Не туда пошел. Расследование. Исчезновение. А я же могу детектив подключить в сегодняшний едах. Да, да, да. Ну, кого-то могу. А почему я этих не могу? Что за бред? Ну, ладно. Что-то я хотел, я хотел посмотреть детали, пожалуйста. Итак, мы, жена, мы задержались выплатой по ипотеке на две недели назад. Эрик получил большую премию, мы все уладили. Кажется, муж очень нервничал из-за свалившегося на него денег, переживая, что кто-то на работе из зависти решит ограбить нас. У них там полно бывших заключенных. У Эрика были серьезные финансовые проблемы. Недели три назад он попросил денег в долг, но я сам еле свожу к концу с концами. Эрик расплакался и сказал, что ему придется обратиться к каким-то людям, которых он презирает. Хорошо. Коллега. После того, как я пару недель назад Эрик подсапался с начальством, он был сам не свой, пытался у всех отложить денег, часто ругался. Секретарь фирмы. Недавно подслушал телефонный разговор Эрика, из кабинета могла разобрать только обрывки. Следующая встреча с этими близняшками станет для меня последней. Это будет сладкая ночь, я решил, что снова снимает проституток. Ах, ай-яй-яй. Содержимый мусорной корзины. Чек из эти бургерс, брошюра, приумножьте свой капитал из пяти простых шагов, документы с цифрами, пустой конверс с надписью уведомления о выселении рекламы интимных услуг. Ну, что ж такое? Так, близняшки, говорит, да? Вот близняшки, видимо, его встретили. Вот он откуда-то выходит, типа такой. Так, так, да, предположим. Я вообще не знаю, как это построить. Тут нет никаких пошаговых объяснений у Эрика. Это серьезная проблема. Просто как, наверное, этот цепл с участием был сам не свой. Я, черт его знает. Типа он с кем-то болтает. Чего, чего, куда? Ну вот близняшки, хорошо, есть зацепка близняшки. Вот он откуда-то выходит. Че это такое? С покупками? А где он пропал-то? В ипотеке, я назовусь, решит. Где он пропал? Ничего про это не сказано. Это бумажки, которые у него были. Ну, куда я их засунул? Зачем они вообще нужны? Там Эдди Бургерчак и что-то еще. Вообще не знаю. Честно. Ну, фоток не хватает в любом случае. Так что, не знаю. Вообще не знаю, как составлять это дело. Там такое сложное, кажется. Прям вообще. Смогу ли я такое распутать? Сам. Интересно. Ладно. Не важно. Я буду стараться, по крайней мере. Преступник пойман, офицер не вредился. Прекрасно. Очередной день закончился. Алекс его нам сегодня завершает вот этой невероятной музыкой. Что же, дорогие подписчики. Я думаю, пока, в принципе, на этом можно остановиться. Продолжим мы с вами уже в следующей серии. С вами был Кромл. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok